МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программы «Объективно», у якой мы фокусируем объекты у нашей телекамеры, на актуальной проблеме, что находится на контроле уладов, спробуем объективно у ей разобраться. 2020 год принес пылные нововведения у нашей життё. С первого студента изменился подход у наличения заработной платы у бюджетной сферы, а с 28-го студента уступаю усилу обновленный Працовный кодекс Республики Беларусь. Какие наиболь значные новации унесены у гэта документ, и як зараз наличвается зарплата бюджетникам? Паспробуем разобраться. Объективно. Изменение у системе оплаты працы работников бюджетных организаций продугледжено указом керавника державы номер 27. Подписанный он год тому, а усилу уступил с початком 2020-го. Головный акцент нововведения на спрашчэння раней дзейвчай системы. Действующая система на протяжении ряда лет, она очень сильно усложнилась. То есть заработная плата состояла из оклада и большого количества надбавок, и различных видов плат, количество которых иногда превышало более 20. Это было сложно для начисления заработной платы. Поэтому возникла необходимость упростить систему, чтобы облегчить работу бухгалтерам и организациям при начислении заработной платы работникам бюджетных организаций. У Витебской области у бюджетной сферы заняты больше за 111 тысяч человек. Гэта калитратина у всех працуючих. Изменения успрымаюцца запаской, ця не проведуця на дознижэння зарплат. При переходе на новую систему оплаты труда ни в коем случае не допускается снижение уровня заработной платы на момент перехода. То есть на 1 января 2020 года. Это четко прописано в пункте 12 указа, номер 27 президента Республики Беларусь, в котором определяют, что для всех руководителей бюджетных организаций, что заработная плата на момент перехода ни в коем случае не должна быть ниже. Какие ж конкретные измены, продуглеживая законодавство? Новая система, она подразумевает, что она будет проще, прозрачнее, то есть сократится количество надбавок, которые будут использоваться при начислении заработной платы. Естественно, это приведет к сокращению количества нормативных правовых актов, которые будут использоваться. Заработная плата будет состоять из нескольких элементов. Это оклад, который будет выше по сравнению с действующим, выплат стимулирующего характера, это различные виды доплат и премий, и компенсирующих выплат. То есть фиксированная часть заработной платы будет составлять 50-60%. Почему увеличится оклад? За счет чего увеличится? При новой системе оплаты труда для исчисления оклада будет использоваться не тарифная ставка первого разряда, а базовая ставка. Базовая ставка гораздо выше. С 1 января 2020 года ее размер составляет 185 рублей. Размер базовой ставки будет пересчитываться ежегодно с 1 января и будет утверждаться правительством с учетом запланированных показателей социально-экономического развития. Также оклад будет выше за счет того, что будет в настоящее время применяться не 27-разрядная тарифная сетка, а 18-разрядная. Разрыв между разрядами будет составлять не более 6%. То есть тарифная сетка применяется для того, чтобы определить уровень заработной платы, для определения размера и уровня заработной платы. Будут установлены надбавки централизованные, то есть постоянные для всех видов деятельности бюджетных организаций. Это надбавка за стаж бюджетной организации, премия, единовременная выплата на оздоровление и матпомощь к отпуску и другие выплаты, которые установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь. Это к ним относится. Это надбавка за контрактную форму найма, надбавка за ученую степень, за ученые звания, надбавка за работу во вредных и опасных условиях труда и надбавка за работу в выходные и праздничные дни. Это будет распространяться на все, на работники всех бюджетных организаций, всех направлений. Дальше у нас действуют отраслевые постановления, с учетом которых идет и учитывается специфика каждой отрасли. Надбавки, которые были при старой системе оплаты труда, переходят в новую систему оплаты труда, только более укрупненно. Но они все сохраняются. Работа по укоронению новой системы оплаты працы велася на протягу опошних шастей месяцев. И в делу ее примали не только профильные организации, а и глиновые профсоюзы. В рамках перехода на новую систему оплаты труда в течение полугода, с августа 2019 года, нами совместно с Главным управлением по здравоохранению проведена достаточно глубокая, последовательная методическая работа. Началась она с организации обучающих семинаров, на которых присутствовали специалисты экономических, кадровых, бухгалтерских служб, руководители учреждений здравоохранения, профсоюзные лидеры. В каждом учреждении, в свою очередь, были созданы рабочие группы, сформированы планы по подготовке к переходу на новую систему оплаты труда. И сегодня можно с высокой долей уверенности сказать, что здравоохранение Витебской области в полной мере готово к внедрению этих форм и методов оплаты труда. Комментируя то, что изменилось в соответствии с указом 27, можно сказать о том, что система начисления заработной платы стала более компактной, оптимизированы на тарифные выплаты. Достаточно привести такой пример, что в системе здравоохранения Республики Беларусь было около 50 на тарифных выплат. Это различного рода доплаты, надбавки, повышения. Сейчас их осталось всего 13. 9 надбавок и 4 вида доплат. В то же время, при разработке отраслевых положений по оплате труда удалось сохранить все те наработки, которые касаются специфики здравоохранения. Так сохранились надбавки за квалификационные категории, надбавки за специфику работы в сельской местности, врачам, хирургам, медицинским работникам, которые выполняют сложные и высокотехнологичные вмешательства и целый ряд других. Первоочередная наша задача – не допустить снижения заработной платы, которую работники получат по итогам работы за январь в сравнении с заработной платой, которую они получили в декабре месяце. В дальнейшем и возможности новой системы оплаты труда позволяют увеличить размер заработной платы в зависимости от вклада каждого работника, достижения конкретных результатов. Для этого соответствующими документами Министерства здравоохранения предусмотрены определенные надбавки, размер которых достигает до 200%, и в учреждениях здравоохранения уже созданы комиссии, подготовлены и утверждены положения об оплате труда, в соответствии с которыми размер этих надбавок будет пересматриваться, и при достижении работникам высоких результатов качества труда надбавки будут служить действенным стимулом качественной и результативной работы. При возникнении спречных вопросов по наличению заработной платы у каждого есть мягчимость вернуться за тлумачениями до специалистов, у тем леку областного объединения профсоюзов. Начинает работать горячая линия в нашем областном и в отраслевых профсоюзах, чтобы с целью разъяснения каких-то недоразумений, связанных с оплатой бюджетной сферы. Поэтому мы будем здесь опять же всесторонне разъяснять, помогать, отслеживать ситуацию, чтобы не ущемлялись права наших бюджетных работников. Если возникнут вопросы при начислении заработной платы, то любое или юридическое лицо, или физическое лицо может обратиться и в комитет по труду, занятый социальной защитой, или в управление здравоохранением, то есть с учетом специфики управления здравоохранения, управления культурой и управления спорта и туризма. То есть по своему направлению каждый работник может обратиться с волнующим его вопросом. То есть на все поставленные вопросы будут даны соответствующие компетентные ответы. И в настоящее время еще действует горячая линия в Министерстве труда и социальной защиты, и каждый работник и физическое лицо может обратиться напрямую в Министерство труда. Литерально на днях с 28-го студеня уступаю усилу документ, який регламентуя працовные относины кожного з нас. Обновлены працовный кодекс. Документ истотно змянился. Больше за 200 артыкулов приняты у новой редакции. Спынемся только на наибольш истотных нововведениях. У нас контрактная форма найма. То есть если сработник работает по контракту год, он добросовестно выполняет все свои обязанности, то наниматель должен предложить этому добросовестному работнику продление контракта до его максимального срока, то есть до пятилетнего. Если добросовестный работник, заканчивается вот этот вот пятилетний срок контракта, продолжает работать в организации, то наниматель должен предложить ему продление контракта не менее чем на три года. Меньший срок можно заключить контракт, но с согласия самого работника. Что значит добросовестный работник? Это работник, который при работе по контракту не допускал нарушений производственно-технологической, трудовой и исполнительской дисциплины. Расширяются права наших мам, которые находятся по уходу за ребенком возрасте до трех лет и уже не вышли на работу, не в декретном, а не вышли на работу. Наниматель не имеет права направлять в командировки служебные, не может привлекать их на работу в выходные, праздничные дни и сверхурочные работы. В новой трактовке трудового кодекса расширяются права мам. То есть они имеют право, если у них есть возможность и желание, направляться в служебные командировки, работать праздничные, выходные дни и сверхурочные, если есть у них эта возможность. То есть женщина должна дать письменное согласие на привлечение ее или направление в командировку. Такая самая обсуждаемая статья, что при рождении ребенка с момента рождения до шести месяцев папа имеет право написать заявление, и наниматель обязан ему предоставить неоплачиваемый отпуск в размере 14 дней. Этот отпуск не влияет на размер трудового отпуска самого папы, который написал заявление, и не влияет на декретный отпуск мамы. Работа по совместительству дополнилась эта статья. То есть в настоящее время при действующем трудовом кодексе работник, если работает по основному месту работы, то по совместительству есть ограничение. Он может работать не более 20 часов, то есть на 0,5 ставки. В новой редакции трудового кодекса работник имеет право работать по совместительству на ставку. То есть если работник с основного места работы пошел в трудовой отпуск, то он имеет право работать на ставку по совместительству в другом месте работы. Ну и еще добавилась 25-я статья в трудовой кодекс, которая регулирует работу дистанционную. То есть в связи с тем, что у нас меняется время, современная технология информационная, то есть есть работники, которые работают удаленно. Чтобы легализовать данные виды работ, дополнилась вот эта вот статья. То есть с работниками, которые работают на удалении, наниматель заключает трудовой договор или контракт. И на таких работников распространяются все нормы трудового законодательства. У подрыхтовцы обновленного кодекса активный удел проймали и профессийные союзы. В шерах нового гаденню были затвержены минавито по инициативе Белорусской Федерации профсоюзов. Если сегодня меняется заработная плата, режим работы, то в трудовом кодексе было положение предупреждать работника, наниматель должен за 7 дней. Профсоюзы вносили тоже предложение и сегодня записано в трудовом кодексе, при изменении существенных условий труда предупреждение идет за 30 дней. То есть предоставляется сегодня возможность работнику, если он не согласен с теми предложениями, которые ему предлагает наниматель, устроиться, уволиться и найти другую работу. Также мы считаем сегодня справедливое положение, которое внесено в трудовой кодекс, касаясь работающих пенсионеров. Если наниматель нарушает законодательство о труде, контрактную форму найма, договорные обязательства, то работник может уволиться и ему будет выплачено выходное пособие, как и всем работникам, независимо, пенсионер он или нет. Ранее в этом трудовом кодексе не было. Также мы говорим сегодня, что снимается коллективная ответственность с работника, которая возлагалась в виде штрафа или каких-то санкций на предприятие. То есть ответственность нес и работник платил за те упущения, за те проблемы, которые возникли в финансово-экономическом положении на предприятии. Работник только несет и отвечает за свои действия, если он допустил какие-то нарушения, которые повлекли какой-то экономический или финансовый ущерб. Мы положительно оцениваем принятый трудовой кодекс, потому что от первичных профсоюзных организаций, от работников поступали на протяжении подготовки изменений различные предложения. И мы сегодня констатируем с удовлетворением, что новый трудовой кодекс расширяет возможности работников в социальной их защите. Это была программа «Абъективна», в которой мы попробуем разобраться в проблеме «Абъективна». Бывайте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин